В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Широтон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Дела ФК Системы и Роснефти получат долгое продолжение и пройдет все судебные инстанции. Такой прогноз в эфире программы «Взгляд» озвучил независимый эксперт, директор юридического агентства «Юрмашбюро». Апелляционный суд рассматривает дело по правам первой инстанции. То есть будут рассматривать точно так же за некоторым, только исключением. То количество заявлений, которые были поданы в первой инстанции, это заявления об экспертизах финансовых, это заявления об отводе судьи. То есть количество заявлений позволяет АФК Системе в апелляционной инстанции ставить вопрос о незаконности данного решения с тем, чтобы этот суд рассмотрел. Напомню, в минувшую среду арбитражный суд Башкортостана обязал АФК Системы выплатить Роснефти 136 миллиардов и почти 300 миллионов рублей. Таким образом, Фемида удовлетворила иск частично. Изначально сумма требований превышала 170,5 миллиардов. Ответчики заявили, что будут оспаривать решение арбитража. Полную версию программы «Взгляд» смотрите сразу же после выпуска новостей. Агрария Башкортостана получит более 341 миллиона рублей. Средства выделят по федеральной программе льготного кредитования. Большая часть пойдет на растеневодство – 157 миллионов. Остальное поделят фермерские хозяйства и перерабатывающие предприятия. По 26 миллионов направят на развитие животноводства и молочного скотоводства. Больше нашего региона в ПФО кредитный портфель только у Татарстана. Нашим соседям выделят сумму почти в три раза больше – 845 миллионов. В программе по всей стране участвуют 25 банков. Кредиты выдаются по ставке не более 5%. Запланированный на 16 сентября объединенный митинг «Обманутые дольщики Уфы» намерены провести у Дворца спорта. На днях инициативная группа подаст заявку на согласование акции в городскую мэрию. О своем участии в митинге уже заявили дольщики уфимских жилищно-строительных кооперативов Дом 125-1 по улице Кувыкино, Дуслых строй, жилых комплексов Миловский парк, Урал, Юлай и других. Поддержать акцию намерены также участники долевого строительства из Стеритамака и Иглино. По мнению организаторов, на митинг выйдут не менее 500 человек. Наша цель – получить квартиры, привлечь внимание городских и республиканских властей к нашей проблеме. И вторая проблема, которую мы хотели бы обсудить, это обмен информацией и обмен, наверное, опытом. Как выйти из этой ситуации? Ведь у каждого у нас накопилось много уникального опыта. Аналогичные акции запланированы на 16 сентября во многих городах России. Инициатором выступает федеральное движение «Бездомный дольщик». Главное требование – решение проблем несостоявшихся новоселов на деле, а не только на словах. И информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Американская валюта снова осталась практически без движения 59,14. Европейская в минусе на 4 копейки 69,69. Лучшие обменные курсы на сегодня. Покупка доллара в Уралкапиталбанке за 59,05 рублей. Продажа в Юнистримбанке за 59,40. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в БКС банке за 69,70. С комиссией до 3% за обменную операцию. По продаже также в Юнистримбанке за 70 рублей ровно. Отделение РЭЦ в Башкортостане поддержит малые и средние предприятия. Экспортеры подробнее смотрите в 18.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова